Добрый день всем, кто заглянул на мой канал! Меня зовут Регина, я поздравляю вас с наступившим Новым Годом! А сегодняшнее мое видео об этой уценочке из юга, я ее сейчас поставила пить водичку, я каждый день ее вот так вот пою, ставлю на несколько часов. Это желтенькая орхидеечка сейчас, хотя ладно, пусть пока постоит, и я потом покажу ее поближе. Это желтенькая орхидеечка, вот цветонос ее до сих пор стоит, но уже цветочки убидают. Стоит он у меня в воде, этот цветоносик, та самая орхидеечка, которую я купила в юге, новиночка, ну которая изначально оказалась с плохими корешочками. И у меня есть видео о том, как я ее пересаживаю, сейчас ссылка на него всплывет в подсказочках. Я показываю свои новиночки, и тут же сразу же я ее в этот день, ну не в этот день, а на следующий день вот я их снимала и пересадила буквально вот сразу. Но дело в том, что спустя несколько дней весь субстрат стал, вернее не то чтобы субстрат, а вот весь ее стволик, ну и от стволика пошло и на субстрат, весь стволик и вот корешочки, они все покрылись плесенью. И также от нее оставался пенечек, на который у меня были большие надежды, потому что пенечек был такой достаточно крепенький, и корешочки имелись на этом пенечке. Вот мне не верилось, что выживет верхушка, я думала, что выживет пенечек и даст детку, но пенек буквально в течение суток весь покрылся плесенью, весь пенек загнил, и вся плесень покрыла собой и корешочки. И мне пришлось пенечек выбросить. И то же самое, вот я заметила ту же самую белую плесень, я заметила и вот на этой орхидеечке, на материнском растении, и мне пришлось вытащить ее из субстрата. И уже неделю она у меня стоит чисто голыми корнями в открытой системе. Я ее, вот этот корешочек, он относительно рабочий пока что, эти-то уже сгнили все, а этот он еще рабочий. И через этот корешочек я ее вот так вот пою, то есть чуть-чуть вот набираю водички здесь на донышке и вот так вот в наклонном состоянии наклоняю куда-нибудь, прислоняю эту чашечку. И она бьет водичку этим корешочком так, чтобы вода не касалась попки. Ну, листочек из серединочки вроде бы как бы незаметно растет. Вот. Пока ничего такого похожего на корневые почки я не вижу. Но что я решила еще сделать? И, кстати, я не помню, сказала ли я это или нет, то 10 дней прошло со дня вот пересадки вот этой орхидеи, вот зачистки от гнили и пересадки. И через листочки я ее пока не пою. Конечно, да, уже тургар потихоньку теряется. Здесь вот этот вот листик центральный, он меня вообще пугает. Вообще вся розетка меня пугает, потому что здесь листочек, он с травмой. И весь вот вся эта серединка, она прям вот ходуном просто ходит. Я ее сейчас вот поддерживаю просто. Но что я решила еще сделать? Я насмотрелась видео и решила провести такой опыт. Я решила получить, попробовать, получится ли у меня получить деточку на цветоносе. И как-то под каким-то, под каким-то видео мне советовали попробовать это сделать с другими орхидеичками. Но у меня не было цитокининовой пасты. У меня и сейчас ее нет. Но дело в том, что почечки у этой орхидеички, они живые, они ожили. И вот даже здесь вот можно даже увидеть, вот крошечную вот с иголочной, с иголочной кончик, вот пипочку, вот, это ожившая почка. И они все, три почки, здесь три почки, они все ожившие. И даже вот эта вот самая нижняя почечка, вот на ней тоже видно. И вот я, как бы, подумаю срезать этот цветонос и поставить в воду. То есть не на этом цветоносе, на котором цветы здесь, как вы видите, ничего не получается. Цветонос как бы не отмирает, верхние почки еще живые, бутончики. Но цветы уже отмирают. Но почек здесь, здесь только одна почка, вот здесь вот на боковушке. И она еще, она не проснулась, и как бы мазать мне ее нечем. Этот цветонос, я уже сегодня-завтра цветы завяну, я его выброшу. А вот этот цветонос я вот думаю срезать и попробовать что-то получить. Так как у меня нет стокениновой пасты, но мне повезло, что почки здесь активировались. Я не знаю, должны ли быть это цветоносы, или она хотела детковаться, не знаю. Ну, посмотрим, может что-то и получится. У кого-то получается, у кого-то не получается. У кого получается, ну, я как бы не стану тыкать пальцем. Но то видео, которое я видела с успешным получением детки на цветоносе, к сожалению, я ни в чем не хочу обвинять и не собираюсь обвинять человека, ни в коем случае. Но там не было видеодневника. То есть там чисто уже показываются срезанные цветоносы, и детка по детке на каждом цветоносе. То есть смотришь и не знаешь, правду говорит человек, или сочиняет. Как бы теоретически я понимаю, что детки с цветоноса питаться нечем. Вот со срезанного цветоноса нечем питаться. Хоть сколько ты и не держи его в воде. Тем более здесь-то, ладно, здесь цветонос всего лишь сколько сантиметров, даже 15 сантиметров здесь не будет. Вот я сейчас срежу, вот. А там цветоносы такие. Вот такие. То есть... Не скажешь, что в них питание больше, не скажешь, как бы, что они больше из воды берут. Ну, в общем, какая-то нестыковка, ну, на мой взгляд. На мой взгляд, нестыковка, честно. Вот это вот мое личное мнение. Ни в чем не обвиняю никого. Но не видя видеодневника, где, в принципе-то, в толком-то и не отличишь цветонос один от другого, мне как-то в это слабо верится. Ну, так вот, попробую я. Советую сушить сутки, не больше, не меньше, и держать в тепличке. Я сегодня... Этот срез, он уже давно подсох. Вот этот срез подсушу. Почему советую сушить не больше суток? Потому что пойдет цветонос, пойдет сам сохнуть, засыхать. А если меньше суток, тогда он в тепличке пойдет загнивать и плеснеть, и портится. Ну, это все живая ткань. Если он решит засыхать, он у меня уже и к вечеру уже весь пожелтеет. А если он решит загнивать, он у меня и через неделю, и через день в этой тепличке загниет. Ну, в общем, подержу. Подсушу срез. Замажу его углем, корицей чем-нибудь. Ну, опять же, немножечко мне непонятен еще и такой момент. Вот подсушила я... Вернее, не я, а вот подсушивает цветонос, ставит его в воду. Ну, как вот, как подсушенная уже омертвевшая ткань, вот эта вот засохшая, каким образом она впитывает воду? Я, конечно, не ботаник, я могу ошибаться в этом. Может быть, действительно он все-таки влагу берет, впитывает. Но я всегда полагала, вот мы покупаем цветы, срезанные, срезку цветов. Мы подрезаем, мы наоборот освежаем вот этот вот срез, чтобы свежим срезом поставить воду, чтобы свежим срезом свежие ткани брали воду из... Вернее, чтобы свежие... Потому что свежая ткань, она вот только и работает, и берет воду. А как это делает вот подсушенная ткань, я понятия не имею. Ну, в общем, вопросов много. Опять же, никого не обвиняю. Просто подумаю, как это сделать самой. Может быть, и не буду подсушивать. Ну, в общем, что надумаю, то покажу. Ну, я решила действовать с подручными средствами. Я не стала ничем обрабатывать этот срез. И даже, может быть, его еще чуть-чуть вот подрезать. Еще буквально пару миллиметров я его чуть-чуть подрежу, вот, чтобы он не был посохшим, чтобы он был живым. Я не стала... Я его буду держать вот в этом стаканчике. Это обычный пластиковый, даже не стаканчик, это емкость откуда-то, от чего-то. Я тут этикетку даже содрала, уже не помню, от чего это. И вот так вот на донышке вода. Никакого угля я сюда не кинула, потому что у меня никакого угля нет. Не активировано, ничего. Короче, это такой вот чистый эксперимент. Абсолютно чистый. Без цитокининки, без засушек, без обработок, без угля, без ничего. Опыт без ничего. Ставлю этот цветонос сюда в воду. Чуть-чуть я сейчас солью эту водичку, потому что почечка получается прям немножечко подмокшей. Так, почечку сейчас я вытру ее аккуратненько. Но мне кажется, эта нижняя почечка, она уже не активна. Мне кажется, что она уже подсыхает. Ну, кто знает. Может, не подсыхает. Вот, вот так вот. А теперь можно даже чуть-чуть... Хотя нет, не надо доливать. Буквально вот из-за того, что цветонос находится под наклоном, стоит. Или, может быть, его закрепить. Ладно, из-за того, что под наклоном, поэтому есть угроза того, что почка будет в воде. Поэтому я минимум туда воды положила. Налила, вернее. А сверху... Никаких бутылок у меня тоже нет, кстати. Эту верхушку я подрезать уже не стану. Ну, а сверху я просто вот накрою горшочком для орхидеи. Вот. Самый обыкновенный, стандартный горшочек для посадки орхидеи. С дырочками. Без дырочек по бокам, но зато здесь вот очень много дырочек. Вот. Вот так вот. Вот такая вот у меня конструкция. Дышащая. Одновременно и такой парничок. Иногда буду доливать воду. Может быть, каждый день придется доливать. Может быть, через день. Не знаю. Ну, вот такая вот конструкция. И ее я надпишу. И что это желтый фаленопсис. Тоже вот эта маленькая желтенькая именечка. И все. Пусть она вот так вот стоит. Потом, в принципе, можно будет... А, ну, хотя эта емкость... Я подумала, можно будет переложить, переставить цветоносы вот сюда, вот в эту маленькую стопочку высокенькую. Но, чтобы меньше места занимало. Ну, вот эта чашка-то, она и так просторная. Она места занимает даже больше. Ее можно будет чем-нибудь заменить. Но, раз он у меня получается такой чистый эксперимент, тогда я и чашку заменять не стану. Все. Пока что на этом заканчиваю свое видео. Всех еще раз поздравляю с Новым Годом. Всем вам счастья, здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok